всем привет сегодня у нас вот такая вот посылочка jd это плеер ruizu h18 по моему x18 вот я купил плеер для племянницы бенжи на подарок и захотел себе только с блютузов ну долго искал искал и нашел вроде по цене такой нормальным по описанию неплохой бенжи но он пластиковый а когда через время пришел руль а когда через время пришел уже бенжи для племянницы плеер я понял что хотел все таки наверное я бенжи потому что он такой металлический здесь плеер идет полностью пластиковый а бенжи они идут с рамкой металлической и мне он очень понравился ну давайте посмотрим огромный такой пакет у джейди всегда так в нем еще один огромный пакет пупыркой и вот плеер выглядит симпатично все неплохо давайте распакуем я планирую распакую его несколько дней попользуюсь связки со своими наушниками кэзэ вот и потом уже до расскажу все свои выводы о чем что мне понравилось что нет сразу высыпалась все я понял я вспомнил что из-за чего я из-за сумочки а нет здесь не такая сумочка я а я наверное бенжи видел сумочкой в общем еще одно огорчение так идет инструкция китайский гарантия микро юсби юсби наушники ruizu тоже фирменные ну самые обычные пищалки но говорят я смотрел обзора говорят неплохо они играют вот сумочка вот такая вот в ней что-то выпало заглушка смотрите и по подарочек что еще и вот такая вот рыбка а это наматывать наушники прикольно спасибо за подарочки магазину они ну я думаю это все идет комплектно потому что упаковка была запаяна то есть это магазин точнее производитель ruizu так сразу замотаю потому что я буду пользоваться bluetooth наушниками и они мне особо вот такие вот не нужны вот здесь вот такая маленькая для наушников здесь для вот этой такая мягенькая рыбкой было бы по если бы она была жесткая было получше поудобнее вот как-то так и давайте посмотрим включим сразу плеер пластиковый задняя крышка to soft touch то есть такой пластик приятный на ощупь полностью все пластиковая рамка пластиковая снизу у нас микро usb зарядка включение так понимаю да вот он сразу включился и 35 разъем справа у нас включение громкости громче тише на китайском все давайте посмотрим переключение как работает так настройки наверно сюда нам все на китайском боже мой как же мне теперь найти английский язык или какой-нибудь вот из слева у нас здесь вот для карты памяти по моему здесь встроена 8 гигабайт можно вставлять карту памяти то ли до 32 гигабайт ну давайте попробуем x18 точно я правильно сказал вот но с виду он мне не особо он бенжи как-то после того как я подержал в руках бенжи который я заказывал раньше племянницы вот этот мне уже не очень нравится такое все но дешманская а по цене они практически одинаково стоят ну да ладно давайте попробую разобраться с языком для тех кто кто купил все таки такой плеер и хочет поменять язык я сейчас покажу как это сделать заходим в то есть находим меню вот такую шестеренку заходим нее и сразу же первая же кнопка вот нажимаем еще раз центр и попадаем в меню выбора языка ну и дальше листаем уже вниз русский английский давайте русский выберем сразу все все поменялось то есть поменять очень просто то есть грубо говоря два раза нажать то есть заходим настройки ой ошибся вот заходим настройки и первая же вкладка это есть язык в нее заходим и уже листаем вниз до нужного нам языка языков очень много испанский датский английский вот 28 языков есть русский украинского нету но есть английский русский этого достаточно даже если бы не было русского я думаю что не проблема была бы и пользоваться им на английском то есть для меня как бы это не проблема bluetooth давайте сразу уже попробуем запрячь будет тяжело мне или нет проверим заходим bluetooth пишет подождите включаю колонки немножко держу чтобы пошел в режим поиска это дата кабель наушники zst кз от фирмы bluetooth connected вот а ну-ка а ну-ка есть у нас тут музыка какая-нибудь есть можно электронные книги картинки смотреть видео просматривать но как-то на таком маленьком плеере это играет классно наушники ксм я сейчас ставил включил какую-то blue музыку вот и она реально играет играет лучше чем эти наушники с моим телефоном то есть подключил колонкам вот такие вот юсб колоночки у меня с питанием от юсб вот играют неплохо они у меня по моему настроены на минимальном это максимально громко и колонок и плеера играют хорошо и ну я очень удивлен это две песенки такие уже установлены на нем вот сейчас я на него что-нибудь залью шел кстати полностью заряженный то есть уровень разряжен либо его недавно только произвели либо он держит хорошо батарея у него послушал наушники родные вставил но неплохо звучат но не так сочно как bluetooth допустим звучит ну чисто звучат то есть мне мне нравится я думал что вот эти наушники да и в ухе сидят вроде неплохо я как бы давно отказался от таких наушников потому что обычно уши устают ну рака неудобно давайте попробуем будет ли слышно вот как выглядит заглушечка не слишком выпирает ну девочкам понравится должно плюс мне кажется что это девчачий больше плеер потому что вот бэнджи вот такой был железный металлический грубый вот а здесь розовая рыбка для наушников чехольчик такой слащеный такая вот заглушечка тут если бы череп был тогда позиционировался к мужским а так получается девчачий плеер вот ну как бы первое впечатление не очень в общем все-таки после бэнджи не так приятно его держать в руках перелил с телефона музыку которую я слушаю на компьютер и сейчас заливаю ее на изу x18 очень медленная скорость записи я перелил с телефона redmi 3s на компьютер это заняло мне наверное минуты полторы и сейчас заливаю уже на руль уже наверное минуты две жду и показывает 8 минут 30 секунд осталось но я уверен что на 3 до 5 минут это все займет но намного медленнее скорость записи поэтому как-то так и так прошла неделя с распаковки данного плеера ruizu x18 сразу скажу если вы планируете пользоваться данным плеером связки с проводными наушниками можно его приобрести но если ваша цель пользоваться bluetooth наушниками в связке с этим плеером ни в коем случае не берите его а сейчас попробую рассказать почему начнем с хорошего данного плеера отличная батарея 800 миллиампер час и как заявляют продавцы более 68 часов произведения музыки я использовал bluetooth наушники разрядил их полностью это где-то пять часов я потратил и потом подключил беспроводные наушники и потом подключил проводные уши которые шли в комплекте и по оставил наушники на ночь придя в 11 часов дня на следующий день я обнаружил что плеер продолжает играть я посчитал сколько там прошло времени сколько я его вообще в общей сложности слушал и с наушниками без и получилось около 35 часов в общей сложности продавцы заявляют что плеер может продержаться 68 часов в режиме проигрывания музыки и 28 часов в режиме радио да действительно он долго играет и в том режиме как я пользуюсь наушниками и плеером мне заряда наушников хватит на неделю а плеера получается и вовсе на несколько месяцев хватит ну и теперь перейдем к отрицательным моментом я покупал плеер исключительно ради bluetooth а чтобы слушать музыку через bluetooth наушники у меня их просто очень много и разные и я не буду рассказывать как устроен на меню просто скажу что она не совсем удобно и понятное для обычного пользователя ну и но к нему можно привыкли расскажу о моментах которые важны были именно для меня и почему-то я их не увидел смотря другие обзоры данного плеера и читая там форума комментарии первое что я хотел отметить это то что если вы приконнектили наушники и потом отошли от плеера и разорвалась связь то приближение обратно к плееру наушники сами не приконнектится и необходимо будет проходить процедуру присоединения самого начала но при том что после коннекта они будут якобы приконнект чины но ничего не звук ничего играть не будет и вам нужно будет выйти в самое начало то есть обратно вот как только что было там к з наушники якобы приконнектены вот вы выходите в самое начало и потом опять возвращаетесь меню и начинаете где входить в bluetooth и коннектиться то есть ну очень-очень это долго и это не было бы таким сильным минусом если бы он не разрывал связь постоянно это просто ужасно если вы поместили плеер в карман и идете то вы будете слушать музыку в режиме рывков пропадания звука и через беспроводные наушники можно слушать музыку только если плеер лежит на столе и наушники лежат рядом так как если они будут у вас на голове а плеер лежать вот вот так в 20 сантиметрах от вас даже малейший поворот головы может оборвать связь и функция bluetooth плеере просто она есть в наличии но как положено она не работает и только по этому за неделю использования его я его просто возненавидел ну реально я ненавижу этот плеер один из минусов плеера что по индикации заряда мы никак не можем понять заряжен он или нет стоит уже вот наверное то сутки я вчера ну меньше суток то есть я вчера в обед поставил сегодня утро уже вот он до сих пор якобы заряжается но батарея на самом деле полностью заряжена по поводу того что отваливается bluetooth я перед тем как покупать его я лазил по форумам искал плеер выбирал себе и у многих плееров недорогих с bluetooth он есть такая проблема отписываться но по и про этот плеер я почему-то информации не увидел что у него такая проблема и ну и приобрел его я не рекомендую рассматривать и данный плеер именно как bluetooth плеер если вы желаете пользоваться им в связке с bluetooth наушниками это просто не будет у вас работать хотя я не рекомендую вообще не надо он вам ищите в что-то другое что-то более качественное